Проблема. Зачем его употреблять? Ну, общие взаимоотношения, наверное, что-то поговорить. Я много густенок просто там, на Украине. Мы сюда пришли, в это место разврата, Содом и Гаморру, чтобы людям возвестить истину. Вот из этой книги. Смотрите. Да, мы знаем такую книгу. Да. Ответить на вопросы. Может быть, что-то вас интересует о жизни, о вечности. О жизни. Вы знаете, как бы, я вот честно вам скажу, я в Бога верю, конечно, но я больше Бог в душе, скажем так, я сам, если что-то там, скажем так, надо, я сам Богу помолюсь тихонько, или там в храм прийду. Но, наверное, это не совсем правильно. Надо же там службу посещать, правильно? Как его? Пост внести, а я вот от этого далек. Канон не соблюдаю. Ну, это никакая не вера, просто баловство. Если вы в армию пошли, говорит, я пошел в армию, ну, правда, я там нигде, я за кустом спрятался, и там просидел три года. Не, ну, смотрите, я тут, вот, давайте вот на эту тему поговорим. Вот смотрите. Есть люди религиозные, правильно? А есть люди верующие. Вот религиозные люди, религиозный человек, да, вот он, допустим, если брать христианина православного, то он, да, он живет по канонам православия, он религиозен. А верующий человек, он просто верит. Понимаете? Понимаю. Написано, бесы веруют и трепещут. Это бесовская вера. Ну, почему бесовская? Так написано. Это не мои слова, а Яков говорит. Это из Библии. Бесы веруют и трепещут. Это церковь мать родная, а я не пойду, значит, ты во грехах сгниваешь. Хорошо, подождите, а вопрос такой. Вот, допустим, взять христиан этих, ну, вот есть православные, да, а есть у нас католики. Вот. Вот католическая вера, она по-вашему тоже бесовская? Нет. Христианская. Так, а в чем разница? Разница в том, что в 1054 году появилась добавка к символу веры у католиков. Дух святой исходит от отца и от сына, филиоху, фили, сын. И поэтому пошли дальше. Теперь мы видим, у них крещения нету. Они вот машут кисточкой, а у нас троекратное полное погружение должно быть в воде. Так и было с первого века. Они бритые. У нас все, Христос не бритые, апостол не бритые, то есть нас много разделяет, но не это главное. Главное, что они провозгласили примат папства. Папа главный над всеми епископами, а этого нигде нет, ни в Библии, нигде. У нас епископы все равны. Нет, это я, это я же о другом. Это понятно, что я различия-то эти понимаю. И на самом деле православие, оно более строго в этом плане, в каноническом, да? Конечно, да. Но, так я говорю о другом. Я говорю о том, что вот вроде как христиане, да, вот, вы говорите, вот, если я просто верю и не соблюдаю каноны, значит, я вроде как, ну, к бесам ближе там. А они, которые вообще не соблюдают каноны православия, они, получается, все нормально, просто у них ответвление другое. Нет, так не надо говорить, что все нормально. Я католиков знаю, встречался, там есть подвижники настоящие, как Фома Кимпийский, как мать Тереза. Так нельзя сказать, это совершенно неправильно. У нас тоже православных есть такие, ходят в храм, в храм ходят люди-то. И считается, что тут ходит столько людей, там, 75%, а по-настоящему только полтора процента ходят. А из них, из этих полтора процента, только 0,3 по-настоящему. Я вел занятия, по слову Божию, в пяти университетах, в тринадцати школах, в милиции, три радиопрограммы. Я имею очень большой опыт в этом деле, что верить по-настоящему очень мало людей верят, чтобы по слову Божию, чтобы исполнены Духом Святым. И верил не просто религиозно, а Христа принял своим спасителем, что Он умер за тебя, лично твой спаситель. Я вам, знаете как, я вам немножко свой опыт расскажу. Я работаю в правоохранительных органах. Являюсь начальником отдела, то есть уголовно-исполнительной системы, если знаете так. Да, знаю, я работал там. Вот. И у меня, помимо сотрудников офицеров, да, подчинения, у меня есть еще спецконтингент. Вот этот спецконтингент, который отбывает наказание за преступление, причем достаточно серьезные, вот среди них есть люди очень верующие, скажем так. Очень верующие. Ну, по крайней мере, они регулярно посещают храм, молятся и так далее. И, понимаете, в чем дело, я за вот эти годы научился понимать одно, что все люди, очень многие люди, они приспосабливаются. Да, может, они где-то здесь и находят защиту какую-то, но они приспосабливаются. То есть искренность человека очень тяжело понять, потому, даже если он постоянно ходит в церковь, в храм, да, это не говорит о том, что он действительно раскаялся в содеянном преступлении. Правильно, правильно. Я знаю это, потому что я отбывал в пяти тюрьмах, за слово Божие. И у меня, я, допустим, на пересылке где-то там, и говорят утром, вчера ночью, семь человек с вами сзади становились, молились, можно мы тоже будем. Я видел обращение, настоящее. А что первым делом? Первым делом я говорю, твое дело кто ведет? Такой-то следователь. А мы близки уже стали-то, и он лгал. Я говорю, сейчас прокурора по надзору вызывай. Следователи, измени показания. Тебе срок увеличится, но душа освободится. Но еще ни разу не было, когда человек приносил покаяние перед властями, чтобы увеличился срок. Вот что чудо-то какое. Вот я, допустим, меня везут по этапу явно на кузецкой тюрьме. Вот пример. Вот я верующий, не верующий. Я только захожу, камеру открыли. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мир вам. А там на каждую шконку три сидельца. Они попеременно лежат. Там дым не видать ничего. Сразу подошел там, он уже шестая ходка у него, вор в законе. А отец-то, ты за что сидишь? Я говорю, 190 прим. Это еще раньше. Что, мента грохнул? Я говорю, нет, это звучит так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный, государственный строй Советского Союза. Это в 86-м году было. И вся камера к вечеру под моим руководством. И этот пахан, он только подходит и спрашивает, что делать. У меня с собой новый завет. Он говорит, что хотели бы. Я говорю, где-то, а, где это, койку-то, шконку сказать. Я говорю, чтобы в воздух попадал. Он подошел, так, так, ты что здесь, ушел? Так, ты наверху, ты тоже куришь? Мне сразу две шконки освободили. Теперь узнали, что на 75 человек только трое не курят. И вот отбой у нас в 10, а в 8 уже покормили, там в 6 часов ужин. Моют руки, которые не курят. Я им даю Евангелие. Они считают, полная тишина лежит. Смотрящие глядят. Ни один не закурит. Ни один не закурит. Это вообще немыслимое дело. Охранники открывают камеру и с двух этажей стоят у дверей. Это, я с кем не разговаривал, никто не верит в это. Почему? У меня следователь обратился, принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Один следователь еще раньше из КГБ стал священником. Это Бог делает. Это я не наружу. Я положил на алтарь Христа все. Вот сегодня мне, 81 год идет, 23 года, вернувшись из армии. Мне путь открытый. У меня сила, здоровье, морфлоте, работаю. И служил в морфлоте. А в душе пустота. В это время я занимаюсь семью языками. У немцев выступаю по немецкой языке. Мне Бог дал это знание. Я понимаю пустота. И вдруг сошел на берег, и Господь мне дал Библию в руки. Меня никто не уговаривал ничего. Я с детства верил, что Бог есть. А что я погибший грешник. Я узнал, что Иисус умер за меня. Иисус Христос сошел на землю, Сын Божий. И я эту весть понес. 57 лет несу. Ай, будь неверующий, я ушел. А я еще ни одной таблетки даже не съел. Почему? Бог. Не, а вы к Богу пришли когда получается? Ну, вот реально пришли, когда? Реально я пришел 27 сентября 1962 года в 17.00. Город Венспилс. Карла Розенберга, 18.4, Латвия. Я набывал наказание, потому что насчитал на пленку около 50 книг религиозных. И среди них насчитал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Брал интервью репрессированных. И стихотворение о Ленине задели. И меня упрятали. И за это посадили? Да. У вас все статьи за вот это? Вот если вы зайдете на наш сайт, а он называется «Во свете Библии» через гугл, там мои книги, у меня 38 томов вышло из печати. Вам будет очень интересно. Вот у нас книги у меня вышли, 38 книг. Это не книги маленькие. Каждая книга 752 страницы и 64 страницы святые фотографии. Это большое. Мои книги видели в библиотеке у Владимира Владимировича Путина стоят. Мы решили, то есть это раз мое, то Господь и позволил мне. Я сейчас закончу. Понимаете, книги подарить. И мы из Барнаула, я сижу в Барнауле, доехали до Владивостока. Потом вернулись назад. Тут все города подряд, районы, центры прошли. Потом забросили к границе в Ростовскую область контейнер, 5 тонн книг. И прошли до Лиссабона, Атлантика, Турцию, Скандинавию, Прибалтику и Север. 650 городов. И подарок сделали на 35 миллионов. А если я не вернусь, ничего нет. Я начальник детского лагеря, который сам создал. 45, теперь 48 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. А меня только гнобят и гнобят. В 98-м году 15 крови комиссий. Два уголовных дела против меня. Вернулся, подал в суд, все процессы выиграл. У меня вопрос такой. Смотрите. Вы, ну, вас, скажем так, привлекали к ответственности за... Вы Библию читали? Или вы какие-то свои видения... Нет, не за Библию. Я насчитал Иоанна Златоуста. Это 5-й век. То есть в общей сложности я насчитал 50 томов. И на пленках раскрутил по всей России. Но насчитал еще архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Архипелаг ГУЛАГ. А, ну, понятно. И понятно. И брал интервью, которое отбывали люди за репрессии. Интервью брал. Это тоже опубликовал. И у меня много стихотворений. 4 тома по 800 страниц стихотворений. И там написано про памятник Ленину. Стоит свой рот, а щереп по мету птиц подставил голый череп. Вождь атеистов, сонмище иуд. Мне тоже это в обвинении. Ну, понятно. Ну, нет. Я, конечно, считаю, что... Ну, за это... Ну, слава богу, сейчас у нас другие времена. Я думаю, что сейчас... Нет, нет, нет. Я реабилитирован. Со мной государство рассчитаться не могло. Когда я подал на них в суд, они сделали не КГБ, а КГБ все делало-то. Сейчас ФСБ называется. Значит, на городскую администрацию все свалили. И 11 лет этот суд мурыжили. И я его выиграл. Должны были по нормам тем, которые были. 11 миллиардов. Сколько вы тратили? Одну двухсотую часть я выиграл. Ну, одну двухсотую, и у них нет денег. Ну, судью этого, судебного исполнителя, есть такая должность красивая, бог дал. Вот все бог делает-то. И она поставила в городскую администрацию, пришла, пока с Лапкиным не рассчитайтесь. Ни один бюджетник рубля не получит. Ни учителя никто. И тогда меня вызывают. Денег-то нету. Я говорю, а нам молиться негде. Я согласен на недвижимость. Вот я сижу где. Это улица Ползунова, город Барнаул. Рядом ОПК. Красивое место. Два дома и 13 соток. Мировое соглашение. Все погашено было. И у меня близкие отношения с КГБ сохранились. Близкий мне друг прокурор края. Председатель краевого суда. Я, сколько скажу, лет 18, вел занятия во всех пяти отделах милиции, в городском и краевом УВД милиции. Они каждый месяц приезжают за мной. Допустим, говорят, об экстремизме нам нужно. Я тогда об экстремизме говорю проповедь. Согласно Слову Божию. С Библии в руках. Рюкзак Библии приношу туда, чтобы могли взять люди. Это жизнь, которая наполнена любовью к Богу. Так что в душе не получится. Господь говорит, если ты верил для себя и не исповедовал нигде, это напрасно. Ты должен... Все верно. Но, понимаете, я немножко о другом. Я даже и не претендую ни на что. Здесь и речь о другом. Я вот, допустим, как вам сказать, я стараюсь жить по... Так, маленько, минуту, подождите маленько тут, сейчас. Прям не уходите. Говори. Говори. Добрый вечер, Дмитрий Иосифов. Слушаю, Иосифов, говори. Нет, конечно. Это неправильно. Рождение свыше может быть и даже вне церкви. Он пришел один раз, и Господь откроет ему истину. А куда мы денем католиков миллиард? Ну, я и католиков сюда же причисляю тоже, и там тоже. Ну, я имею в виду, где священка? Ну, да, где священка, это в первую очередь. Срождение священка, совершается там где священка? Ну, не только. Не только, да? Да.